всем привет сегодня у нас 16 октября 2020 года предыдущем видео в комментариях получилось немного такое обсуждение по железной дороге по арабатской стрелке именно от приозерного и до куэнлоу я решил съездить туда поднять квадрик и посмотреть посмотреть и вам показать как она обстоит на самом деле потому что одно дело вид земли второе дело это вид с воздуха все-таки больше видно нагляднее контрастнее это мы сейчас отъехали от приозерного километра на 34 такая спокойная панорама он кстати приозерная чтобы ориентировались это у нас карьер разрабатывают глину для засыпки на арабатской стрелке этих емкостей где песок выбирали пансионаты строятся места получили одежь строить они в камышах же вот отсюда берут глину и засыпают те кратеры и ямы называйте как хотите вот розовое озеро кстати должен сказать что воды убыло то ли во всем сиваше то ли в розовом озере он с левой стороны видно что там ведь от суш проступила дно видно и розовое озеро такое получал насыщенно синий оттенок прямо фиолетовая стала так вот он видите как подсохла все вот вам вид с левой стороны вообще видите топ суш проступила там вода была рапа коричневый такой клин нету воды вот так вот полноразмерно видно там далее острова папанина вот зеленый клин озимых озимые в этом году будут обещают быть хорошими хорошо зашли вот мы приближаемся к месту смычки двух дорог вот сейчас можно увидеть кстати он две ямы то бомбили войну соли завод и промысел наши наверно бомбили немцы тут восстановили производство ну а наши разрушали оккупантом давали солоненького так вот смотрите видите вот это насыпь идет туда аж до куэндло вон куэндлой вот там вот там же и расположены крайние чеки соленого озера то есть там где забывали соль откуда и возить надо было бы вот тут где-то чеки заканчивается стали промысла вот видите внизу ну она с высоты видно вот эту насыпь насыпь полноразмерная то есть как для нормального железнодорожного состава не для узкоколейки рассчитано хотя говорят что тут была узкоколейка а вот еще одна дорога вот примыкает к ней тоже линия какая-то идет и упирается в основную насыпь непонятно может а вот плотная большая насыпь то сделано еще в царские времена тогда добротно делали а то в советские бросили как есть а вот здесь вот видите изгиб только здесь балласт выбрали я так вижу но он упирается именно вот тут насыпь тут где насыпь там балласт не убирали оставили а там выбрали ну куда ну тоже на засыпку может быть я помню эти голодные скани по району ездили где могли что найти они даже по посадкам выбирали землю так а вот здесь от кстати в отступление небольшой вот это пляж пляж приозерном здесь минимум медуз глубина такая маленькая где-то может метр максимум берег но такое не очень хорошее можно сюда вот если приехали на розовое озеро можно сюда заехать окунуться вот такая вот панорама да он видите внизу идет идет это нас с левой стороны а с правой стороны а вот примыкаю идет продолжается тот самый выемка грунта была сделана каких-то целях грунта до хорошей под насыпи стали щебенка песок строительных целях вот тут кстати как не рассказывали были виноградники колхозные все поле было виноградниках а во время войны тоже местные рассказывали там был лагерь военнопленных советских вот вот стрелочка показала две те самые локации вот здесь от смыкания происходило а вот здесь скорее всего находился железнодорожный пост станция а там вот были находки таких железнодорожных как карт пуговиц по царскому времени ломбы большом количестве находились свинцовые тоже дореволюционные это у нас тут карьер советское время зачем-то вырыли я даже не понимаю очень большой объем грунта вынули потом здесь выросли такие дикорастущие деревья и получалось очень красивый такой парк посреди степи вот представляете едете вокруг ровно как стол пустыня степь а потом раз скрытый парк зелень и тут было ну к сожалению селянию порубали на дрова топить то чем-то надо хатки уголь дорогой надо приехать здесь попилить домой привез топил красиво было так вот я тут пойду пройду на бреющим полете посмотрим тут высота небольшая всего несколько метров до повырывали тут знатно красиво тут было такое чудо посреди пустыни едешь-едешь опа сад не сад ну парк сейчас вообще гола карьер выработка глины свежий этого года сейчас ближе подлетим посмотрим тут сверху хорошего грунта нет сажать тут никто не будет ни пшеницу ничего потому что здесь раньше были я так понимаю соляные склады и это промышленное строение железнодорожная коммуникация где-то тут отстой паровозов были я так понимаю что вы понимаете что тут не современные вагоны ходили по 60 тонн четырехосные а старые царские двухосные их и паровозик такой таскал какой-нибудь зачуханный что ленина из ссылки вез с финляндии все в дело идет все в дело теперь пройдем тут вроде как деревьев побольше осталось тут вот начали вырабатывать грунт я смотрю расчищать потом перекинулись туда там все таки проще где мы были там проще было снимать а вот тут бугор был метра три наверно четыре высота вот это все выбрали вот это мы летим где вот это мы летим где но тут был громаднейший бугор вот а глина что лежала в этой яме вот ее туда складировали это вот такая вот степь тут еще что то ага лисы вон они норы лисьи сейчас разверну покажу вон он по центру кадра вот там где экскаватор и бугор счёсывали а там было несколько лисьих нор но они их прогнали а лисы теперь вот здесь обосновались так ну а это у нас топ и вон следы наших дебилов которые на машинах пытались ехать сюда покататься там покатушки сделали а тут застряли хупа грунтовка ну вот такое вот так как мог так и рассказал про дорогу на куинлы была местная говорят что была они только разнятся в показаниях была ли она узкоколейкой или была полноразмерной дорогой так на этом все всем пока всех благ подписывайтесь на канал комментируйте всем всего про Продолжение следует...